Как говорят инспекторы ГИБДД, ужесточение ответственности для нетрезвых автомобилистов вплоть до уголовной в корне ситуации не изменило. И ежемесячно каждый извод ДПС оформляет примерно 20-25 пьяных. Фильтруя автомобильный поток, инспекторы не только выявляют водителей под шофе, но и дают понять потенциальным нарушителям. Пьяная езда не прокатит. Водитель этой «Тойоты» предупреждения инспекторов не услышал. И не потому, что глухонемой, а потому, что попался за рулем под градусом в третий раз. Для общения с нарушителем полицейским пришлось вызвать на улицу Комсомольскую сурдопереводчика. У тебя спрашивают, зачем ты сел пьяный за руль? Покажи, бисит машина ко мне и всю. Он хотел машину отогнать во двор. Значит, он просто ее переставлял, перепарковывал, да? Да, перегнать ее. При общении с водителем исходил резкий запах алкоголя из полости рта. В присутствии двух понятых данный водитель был отстранен от управления транспортным средством. При помощи алкотектор «Юпитер» был установлен результат 880 мг на литр выдыхаемого воздуха. Наружность водителя «Тойоты» хорошо выучили не только полицейские. Оператор эвакуатора тоже признал в нем старого знакомого. В который раз этот автомобиль забираете уже? Уже в третий раз. Включение все та же? Да. Мужчина действительно нарушает по третьему кругу. Одно уголовное дело на него уже возбуждено, вот только не дошло до суда. Теперь будет и второе. Усматриваются признаки статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в отношении данного водителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Полицейские отмечают, в подобных случаях суды, как правило, назначают нарушителям-рецидивистам наказание, связанное с лишением свободы. Иван Суверин, телеканал Первый областной.